Ведущие западные СМИ следят за развитием ситуации в Курской области. Курск, как новый фронт в войне против Украины, Россия не контролирует границу. Так назвала свою статью Berliner Zeitung, самая тиражная ежедневная газета Берлина и Бранденбурга. А немецкое издание Zeit, в статье под названием «Российские военные в шоке», анализирует ситуацию. Украинская атака на стратегически важную Курскую область застала врасплох российских военных и ее жителей. Однако эксперты сомневаются в целесообразности операции. Мысль продолжает журналист Робин Грюцмахер на информационном онлайн-портале НТФ в материале «Неожиданный переворот или фиаско. Наступление Украины на Курск вызывает серьезные опасения». Автор подчеркивает, что с помощью рискованной операции Украина преподнесла России сюрприз. И не в первый раз. Он анализирует слухи, курсирующие в соцсетях, о том, что украинские военные в Курской области просто пытаются ослабить российские пограничные войска и нарушить поставки газа. Или что в качестве цели украинские войска выбрали атомную электростанцию, чтобы впоследствии обменять ее на оккупированную Россией Запорожскую АЭС. Но, цитата, «даже если многие эксперты и наблюдатели в целом критически оценивают долгосрочный успех наступления на Курскую область, следует отметить, что в прошлом Украина редко действовала безрассудно, защищаясь от российской агрессии. Киев осознает ограниченность своих возможностей и ресурсов, а также то, как они должны быть использованы», – резюмирует автор. А журналистка баварского издания «Меркур» Лия Винклер в статье под названием «Чрезвычайное положение в Курской области. Российская атомная электростанция может стать фактором риска». Пишет, «Курская АЭС – важнейший объект, потеря которого может иметь далеко идущие последствия не только для энергоснабжения России, но и для безопасности всего региона». А Михаль Раухофер-Редль из австрийского издания «Хойта» обращает внимание на риски, связанные с поставками газа для Австрии. «Всего несколько недель назад стало известно, что, несмотря на снижение абсолютных показателей, большая часть импортируемого в Австрию газа по-прежнему поступает из России». Автор цитирует эксперта, который предупреждает о большой опасности, поскольку военная операция может означать прекращение транзита газа из России в Центральную Европу. А журналист американского издания «Вашингтон-Пост» Франческо Эбель анализирует, зачем Киеву открывать новый участок фронта, когда его войска постоянно теряют позиции в Донецкой области Украины. «Украина продолжает неожиданное военное вторжение в Россию». С таким заголовком вышла статья «Financial Times». Издание указывает, что это произошло в критический момент для Украины. По мнению издания, главной целью Киева может быть попытка заставить Россию передислоцировать войска с востока Украины, где она добилась значительных успехов в последние недели. Однако, по мнению опрошенных Financial Times экспертов, цитата «Дерзкое вторжение Украины вряд ли окажет значительное влияние на ход войны». А журналист BBC Стив Розенберг в статье под названием «Курское наступление не настроит россиян против войны» пишет. «За последние 29 месяцев мы так часто слышали от высокопоставленных российских чиновников заявление о том, что операция идет по плану, теперь к этому списку добавилось новое. Трансграничное украинское наступление на Курскую область России, произошедшее на этой неделе. Очевидно, что происходящее в Курской области является еще одним доказательством того, что война России в Украине идет не по плану. Похоже, что события застали политическое и военное руководство России врасплох. Но не ждите, что Москва признает это», – пишет автор. «Скорее всего, российские официальные лица будут использовать эту ситуацию, чтобы попытаться сплотить российскую общественность вокруг правительства и подкрепить официальный кремлевский нарратив», – резюмирует автор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова